Вермакулит и агровермакулит. Их польза для растений и отличия друг от друга. Вермакулит это очень полезный природный материал, который содержит некоторые минеральные добавки и обладает массой положительных качеств. А именно, улучшает качество земли, снижает кислотность, повышает урожайность и применяется в качестве хорошего дренажа. Накапливая элементы питания, такие как калий, магний, кальций, затем постепенно отдает их растениям. Если в почку добавлен вермакулит, то поливы необходимо регулировать, иначе можно переувлажнить грунт. Агровермакулит. Это вермакулит, полученный путем обжига, то есть быстрого нагревания природного вермакулита. Он чаще применяется при выращивании растений, как экологически чистая натуральная добавка. В своем составе он содержит микроэлементы, необходимые для хорошего развития растений. Его полезно также добавлять в почвенные смеси при выращивании рассады, овощных культур и цветов. Рассада вырастает крепкая и здоровая. Еще одно полезное свойство агровермакулита – это регулировать теплообмен. Грунт менее охлаждается, но и не перегревается. Регулируя перепады температуры почвы, агровермакулит снижает риск бактериальных и грибковых заболеваний. Я использую и вермакулит, и агровермакулит, смешивая их с органическими удобрениями и простым грунтом. Советую это делать и вам. А чем они отличаются? Да ничем. Может только названием, цветом и размером фракции. Если у вас есть сад или огород, или вы просто любите комнатные растения, подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!